Среди меня на скалу для меня недосягаемую, Ибо ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Да живу я в вечном жилище твое, И покойсь под кровом крыл твоих. Ибо ты, Божий, услышал обеты мои, И дал мне наследие боящихся имени твоего. Приложи дни ко днем царя, Летай его, продлив в рот и рот. Да пребудет он вечно перед Богом, В заповеду милости и истине охранять его. И я буду петь имени твоим вовек. Исполняй обеты мои всякий день. 51 Псалом из Библии. Только в Боге успокаивается душа моя, От него спасение мое. Только вон твердыня мое, Спасение мое, убежище мое, Не поколеблюсь более. Да коли вы будете налегать на человека? Подожди-ка маленько, Тут девушка подошла. Опа, нажал. Я еще попало делаю. Ладно, еще дальше. Вы будете незринуты, Все вы, как наклонившаяся стена, Как ограда пошатнувшаяся. Они задумались свернуть его с высоты, Прибегли ко лжи, Устами благословляет, А в сердце своим клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, Ибо на него надежда моя. Только вон твердыня мое, И спасение мое, Убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое, И слава моя, Крепость силы моей, И упование мое в Боге. Народ, надейтесь на него Во всякое время. Слава тебе, Господи. Изливайте перед ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие, Только суета, Сыну и мужей ложь. Если положить их на весы, Все не вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, И не чеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, Не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, И дважды слышал я это, Что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, Ибо ты воздаешь каждому по делам его. 62-й псалом из Библии. Боже, ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По тебе томится плоть моя В земле пустой и сохшей безводной, Чтобы видеть силу твою и славу твою, Как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей, Во имя твое вознесу руки мои. Как туком и элеем насыщается душа моя, И радостным глазом восхваляет тебя уста мои. Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, Размышляю о тебе в ночные стражи. Ибо ты помощь моя, И в тени крыл твоих я возрадуюсь. Благодарю тебе, Господи. К тебе прилепилась душа моя, Десница твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели души моей, Сойдут к преисподнюю земли, Сразят их силу меча, Достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, Восхвален будет всякий, Клянущийся им, Ибо заградятся уста говорящих неправду. Шестьдесят третий Псалом из Библии. Услышь, Божий голос мой в молитве моей, Сохрани жизнь мою от страха врага, Укрой меня от замысла коварных, От мятежа злодеев, Которые застрели язык свой, как меч, Напрягли лук свой, Язвительное слово, Чтобы втайне стрелять в непорочного. Подожди-ка, я узнаю. Так, вы хотите что-то спросить? Да нет, так. Так просто, да? Ну тогда слушайте, мы читаем Евангелие и Псалтырь. Хорошо, хорошо. Если у вас будут вопросы, Вы вот так поднимете руку и сложите пальцы, И я тогда снова зайду к вам. Все, поехали. Считай. Чтобы втайне стрелять в непорочного, Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердили взломномерение, Совещали скрыть сеть, Говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, Делают расследование за расследованием, Даже до внутренней жизни человека И до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Так, подожди-ка, Что-то хочется сказать, кажется. Вы хотите что-то сказать? А что вы делаете? Мы что делаем? Ищем людей, которые желают слышать божественно. Считаем псалтыри и Евангелие. Потому что место, это где вот сейчас рулетка, Это Содом и Гаморра. Тут люди погибают. Почему погибают? Половина безбожников раздетые. Творят блуд открыто, Всякую мерзость. Ваше. Но мы, православные проповедники, Пришли сюда, И вот уже больше месяца находимся. Не устали читать-то. Свидетельствую. У вас вопросы какие есть, нет? Не устали читать-то. Но если будут у вас вопросы... Он говорит, не устали читать? Да нет еще. Нет, конечно. Считай, слух. Давай. Да ладно, хорошо, всего хорошего вам. Давай, считай, слух. Громко. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. И боятся все человеки. И возвестят дело Божие. И разумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе. И будет уповать на него. И похвалятся все правы сердцем. 64-й псалом. Тебе, Боже, принадлежит хвала на сегодня. И тебе воздаст обед в Иерусалиме. Ты слышишь молитву. К тебе прибегает всякая плоть. Дела беззакония превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен кого ты избрал и приблизил. Чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего. Святого храма твоего. Страшный в правосудии. Услышь нас, Боже, спаситель наш. Упование всех концов земли. И находящихся в море далеко. Поставивши гору силой своей. Слава тебе, Боже. Ты обогащаешь землю и утоляешь жажду ее. Обильно обогащаешь ее. Поток, Боже, полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее. Уравниваешь глыбы ее. Размягчаешь ее каплями дождя. Благословляешь произрастание ее. Венчаешь лето благости твоей. И стези твои источает туг. Источает на пустыны пажите. И холмы припоясываются радостью. Луга одевается стадами. И долины покрываются хлебом. Вослицают и поют. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. 65-й Псалом. Пойте славу имени Его. Воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих. Поможет, что силы твоей покорятся тебе враги твои. Вся земля да поклонится тебе. И поет тебе, да поет имени твоему. Придите и воззрите на дела Бога. Страшного в делах над ценами человеческими. Он превратил море в сушу. Через реку перешли стопами. Там веселились мы о нем. Могущицем своим владычествует Он вечно. Очи Его зрят на народы. Да не возносятся мятежники. Так, заметь, это место, Евангелие, посчитай сейчас. Это место просто так, держи открытым. Так. Евангелие от Луки, Новый Завет, из Библии. Восьмая глава. После всего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благорестуя Царствие Божие. И с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Исусана и многие другие, которые служили Ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчую. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сел, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не было, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Подожди-ка, я сейчас зайду. Так, добрый день, мальчик. Ты что-то хотел спросить? Добрый. Ты спросить что-то хотел, нет? Да, сколько вам лет? 80. Офигеть. А что? А тебе сколько лет? Мне 11. 11. Мы проповедуем Христа, который умер за нас. Искупил нас кровью Своей. Иисус Христос, Сын Девы Марии. Вот, христиане, хорошо. Я, мусульмане, молился за вас тоже. Я думала, что вам плохо. Я тоже молился. Христос Спаситель, Он умер. Больше никто не умирал за людей. Он взял грехи мира на себя. И поэтому, веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. А кто не верует в Сына Божия, Он не имеет жизни, как бы Он ни назывался. Христос Спаситель. Он с неба сошел. Он родился от Девы Марии и Духа Святого. Поэтому мы изображаем на себе крест Христов. Постоянно напоминаем людям о страдании Христовым. А другие какие-то знаки люди делают. Это не говорит о Спасителе. Я молился тоже за вас. Что ты говоришь? Он говорит, я тоже за вас молился. А я за тебя молюсь, чтобы Господь дал тебе добрый разум, послушание родителям, которые веруют во Христа. Чтобы ходил в церковь. Если вы христиан, я мусульманин просто. А вы мусульманин? Ну и что, мусульмане это тоже люди. Люди, им тоже надо спасаться. Потому что Христос умер за всех людей. И за мусульман, и за православных. Чтобы люди веровали. Написано так. Бог так возубил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вечная жизнь во Христе. У нас есть мусульмане, которые слушали и стали православными, приняли крещение. Сейчас живут по-христиански. Они веруют, что Христос их избрал. Омыл кровью Своей. Вот так. Вот мы считаем Евангелие, Псалтырь. Псалтырь 3000 лет назад была написана, как будто сегодня. Так все ясно. Мы называем Господу, чтобы Господь помог, благословил. Мы ездили много по миру, проповедуя. Я вот начальник был детского лагеря. У меня разные дети были, каких только не было там. И мы все молились. Все благодарили Бога. Он говорит, что для него это грех делать крест. Ну как это грех? Разве это может быть грех? Когда это спасение? Грех. Я был грешник, а за меня Христос умер. Это спасение. Это грех. Мне делать так грех, дядя. Мне нельзя так делать. Ну нельзя. Значит, ты вырастешь, ты поймешь тогда, что тебе говорят. Что Христос умер за нас. Умер. Господь на нас смотрит. Вот, он умер и воскрес через три дня. Я несламно читал, что если молиться с другими молитвами христиан, будет грех. Так это не другое. Как раз каждый должен избрать. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Все наоборот. Вот, Господь за нас умер, а мне нельзя призывать Его. Какая логика-то? Ничего нет у этого. Мне запрещают. Ну, запрещать можно все. Дышать можно запретить. И жить. Люди находятся, пытаются это сделать. А мы веруем во Христа. Мы христиане. Христос, Сын Божий, сошел с неба, Он умер за нас. Он сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен. А кто не будет веровать, будет осужден. Тут уже ничего не сделаешь. Уже все. Мы ждем пришествия Христа, что Он придет судить мир. Он воскрес на третий день, когда был убит. Да, дай Господь, чтобы вы жили долго, счастливо. Как моя прабабушка. У вас бабушка есть? Прабабушка моя умерла в сентябре 2018 года. Ей было 115 лет. Понятно. Вы в России живете? Мы в России, республика Дагестан. Дагестан? Да, мы в Дагестане были. В Дагестане мы были. У меня книг вышло из печати, я написал, 38 книг. И дарил их библиотеке. Мы в Дагестане были, нас хорошо приняли. Мы в библиотеку заходили, а там стрелка вот так показана. Написано, комната для намаза. Мы попросили, чтобы ее открыли. Мы разулись и там молились. И все это засняли на видео. Комната для намаза. Просили мира Дагестану, чтобы люди Господа познали. У нас в Дагестане... Дагестане нам тоже нельзя намаз делать. Да. Нас Господь там очень благословил через мусульман. Они к нам были расположены. Пригласили в магазин, нам всего дали и денег не взяли. Хорошие люди. Очень хорошие. Ну ладно, а мы из Барнаула, Алтайский край. Из Барнаула. У вас есть, нет, выход в Ютуб? Что? В Ютуб у вас есть выход? Заходите, нет, Ютуб называется. Есть. Вот в Ютубе если зарядите, во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин, это я. И там зайдете на наш Ютуб. У нас там 14 тысяч роликов. Там все есть. Как мы живем, как деревню православную строим. Как мы ездили к мусульманам. Напишите, я не понял, напишите в чат. А куда написать-то? Ну-ка, это, слышь. Ну, у нас закрыта клавиатура. Мы говорили. Там написано, введите сообщение. Так, а куда тут везти-то? Да внизу вот там. А? Вот тут, под окошком внизу вот тут. Вот здесь вот. Вот видите, сообщение там написано. Тогда не нажимай там. Постой маленько, сейчас я сниму. Сейчас. Так. Давай. Подожди-ка. Подни же так делай, чтобы не кверху. Не поднимай кверху. Да я понял. Так. Тогда подожди маленько. Там не нажимай ничего. Я сейчас напишу. Так. Вот здесь вот, да? Да. Ошибка. Все тут у меня, что-то не пошло так это. Все. Ну как, сейчас у тебя отправить? Да. Ну посмотри как-то. Получилось, нет? Получилось. Вот эти библии, иначе лапки. Во. Вот теперь ты прочитаешь это. И можешь зайти на наш YouTube. Иначе лапки. Да. Так, подожди-ка. Я еще напишу. А знаешь, что такое сайт? Сайт. Сайт не знаешь? Вот если к этим словам слово сайт добавишь, зайдешь на наш сайт. И там очень много книг насчитано мною. Там много чего. А вот есть такое mail.ru. Мой мир. Там 22 тысячи фотографий наших. Мой мир. Игнатий Лапкин. Только заряди. Я один с такой фамилией. Ну все тогда. Мы отходим сейчас с Богом. Храни тебя Господь. Да благослови. Ты открой истину божественную. У вас тоже благослови. До свидания. И пусть Господь благословит вашу семью. Чтобы обрели Господа и спасение жизни вечной. Вот подождите, я напишу на листок. Еще. Сказал, подождите, я напишу на листок. Молодец какой. Мальчик. Листочек нашел, пошел ручку искать. Ага. Давай. Надо тут переписать, что он будет писать. Вас тоже пусть благословит Бог. Да. Пусть вы проживаете долго, счастливо. Да. И умрете спокойно. Да. Ну спасти Христос тебя. С Богом. Оставайся с Богом. Пока. Пошли мы дальше с Богом. Ученики же его спросили у него. Что бы значила притча сия? Он сказал. Вам дано знать тайны царствия Божия, а прочим в притчах. Так что они видят, не видят. И слышат, не разумеют. Вот что значит притча сия. С теми есть Слово Божие. А упавшие при пути, это суть слушающие, которым потом приходит дьявол, и уносят Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень, это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии, это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце. Так я спрошу мальчика. И приносят плод в терпении. Так, ты, мальчик, в церковь-то ходишь, нет? Да. В церковь, в церковь. Да. А у вас церковь одна в городе? Нет. Ну, а кто у вас в дома еще верит, кроме вас? Кроме тебя, кто верит еще? Мои друзья. Отец-мать верит? Он говорит, мои друзья верят. Ага. Верят. А в каком городе живете-то? В Сизерне. Все? Еще раз повтори. В Сизерне. Сизерне какой-то, я не понял. А что это за город? Где он находится? Он находится близ, ну, Самарская область. Какая область? Самарская. Самарская область. Самарская? Да. А мы Алтайский край, город Барнаул. А, я там был. Вот. Мы проповедуем Христа, распятого, воскресшего, потому что тут много недобрых людей, вот. И мы свидетельствуем им. Так это, слушай, нас сейчас постребуют на учебу. Рано еще. Мы Евангелие считаем. Рано еще. Рано еще. Еще целый час. Вот. У вас Евангелие-то дома есть? Да, есть. О, наверное, целая Библия есть, да? Да, есть. Вот она, Библия у нас. Видишь, какая? Да, у меня точно такая же. Да ты что? О, это полная Библия. Вот слушайся, что там батюшки говорят. Вы исповедуетесь, причащаетесь. Вы причащаетесь в церкви? Да. Не знаешь, да? Нет, не знаю. А что, сейчас идет Великий пост, знаете? Да, вот. Сейчас пост идет, уже одна неделя прошла, еще осталось шесть недель, и будет Пасха Христова. И мы будем приветствовать Христос воскрес. А что отвечают на это? Воистину. Воистину воскрес. Сейчас молодец. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Будь смелый, слушайся родителей, если они верующие, по-божески, потому что живем короткое время, а потом умираем, а потом суд Божий будет, чтобы нам не погибнуть, не оказаться вместе с сатаной в огне вечном, а жить для Бога в радости, в Его Царство. Господь берет всех верных и говорит, возрадуйтесь и возвеселитесь. Так вот. Ну все. У тебя вопросы какие-нибудь есть? Да нет. Нет? Так. А у вас выходить в Ютуб можете? Да, можем. Вот если в Ютуб зайдете, да как, если я напишу, это тоже у них исчезнет или останется? Что напишите? Ну, который я напишу слова, вот мы расстанемся, он исчезает у него? Нет. Да, исчезает. У нас Ютуб называется «Во свете Библии». Если можешь, запиши сам. «Во свете Библии». Сейчас, погодите. Сейчас он. «Во свете Библии». Он сразу сейчас наберет. И Игнатий Лапкин, это я. И вы наберете «Во свете». «Во свет, свет тут, который светит фонарь». «Интернет плохой». Еще раз повтори. «Интернет плохой». «Интернет плохой у него». «А, интернет плохой». Ну, у нас тоже не очень так. Это большой Ютуб у нас, там 14 тысяч роликов. Я начальник лагеря детского был 45 лет. Тебе будет очень интересно посмотреть, как наши дети живут, там, какие отдых, там, купаются, ягоды собираем, работаем. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ну, это как бы, это убирать надо? Да, да. «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Что, он не пишет? А ну, что, снять надо? Нет. Как-то бы написать ему. Просто у него интернет плохо загружается. Понятно. У нас не запись. «Во свете Библии». Нам бы легче написать было. Слышь. «Во свете Библии». Нет, только у тебя ошибка там. «Во свете». «Во свете». «Те», да. «Во свете». После «Т» Е одна буква. «Во свете Е». «Во свете», да. Две буквы там надо убрать. «И» и «Я» убрать. «Во» отдельно. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Ну, молодец. А если к этим словам прибавишь слово «сайт», то там фильмы про нас снятые на сайте. Точно так же «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, но написать еще и сайт. Там море. Насчитано мной Библия. «Подождите, Геннадий Лапкин, сколько там подписчиков посмотрел ты?» «32 тысячи». «32?» «А сколько просмотров? Просмотров сколько?» «5 миллионов». «32 миллиона». «Там, нет, 32 тысячи подписчиков, а 5 миллионов просмотров». «Не, что-то не то. Там должно быть вверху просмотров 32 миллиона». «Вот вы 41 минуту выложили тут. А собрание, вот, за 1 день». «Что там?» «Собрание, говорит, выставили. Последний ролик». «Да. Последний ролик собрания. Это у нас собрание было. Верующие у нас. После богослужения собрание. А вот дети там, где дети собирают занятия с детьми, это я мог бы прямо сейчас его выставить. Но если я отойду, то тут уже оно не будет. «А вы сейчас видео снимаете?» «Володя, подойди, что-то я так плохо слышу». «Он говорит, сейчас видео снимаете?» «Да, да-да, сейчас снимаем видео. Видео. Ты, если зайдешь сюда, недели через 10, можешь сам себя найти. Какой хорош разговор у нас. Вот мы посчитаем псалтырь. Вот послушай сейчас, как псалтырь считается. «Да нет, я Евангелие. 65-й псалом. Псалом Давида. Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. Помножь, что силой Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Перейдите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими». Он превратил море в сушу. «Сиди тут пока, я сейчас покажу, у меня голуби в избе». Через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. «Благословите народы Бога нашего и провозгласите их хвалу Ему». Вы красивы. Видишь, какие голуби красивые у нас. Он говорит, красивый голубь. Очень даже. Он еще голубенок маленький. У меня большие голубятни на улице, а это в комнате живут. Пара, вывелись. Давай, считаем, я сейчас ему кошечку покажу. Сейчас подожди-ка, сейчас покажем тебе котика у нас. Какой котик интересный. Он тоже молоденький еще. Ему, ну сколько, я не знаю, 8 месяцев, наверное. Большой такой. Очень мышей ловит. Где он там? Сейчас принесут. Он крепко спал. Крепко спал. Ой-ой-ой. Он спал у нас. Вот он какой. Смотри, какой большой. Вот какой богатырь. Да, да. Белый, белый, белый. Вот он какой богатырь. Как его зовут? Белый зовут его. Белый. Белый звать его, белый. Белый. А мать у него пушистая, далекая, нет? Может бабушку показать сейчас. А мы так и называем. Какого цвета такое называем. А бабка рыжая. Мы ее называем рыжая. Сейчас вы видите. Если вот когда зайдете на наш YouTube, там отдельно голуби. Есть такой плейлист. Это бабушка. Вот бабушка его. Смотри, какая бабушка. Нифига себе. Рыжая. Ой, хорошая кошка. Спокойная такие. Потому что... Опа. Прыгнула. Так. Это у меня тоже кошка, она дикая. Она говорит, у нее тоже кошка есть, но она дикая. О нет, у нас ручные кошки. Так, еще одна есть. А в церкви там охраняют. Тоже три кошки, но все черные. От мышей. Вот. А мы летом деревню строим. Потеряевка называется. И туда кошек забираем. А зимой они в городе. Понятно. Вот как. Мы когда ездили далеко, миссионерская поездка была. От Тихого океана до Атлантического. Господь позволил мне написать книги 38. Мы в каждую библиотеку дарили. Дарили свои книги. Бесплатно. И с нами была собака. С ней занимались. Она стала чемпионом России. По защитной службе. Это все там видно. Какие она команды выполняет. Как она нас охраняла дорогой. В Болгарии. В Румынии. В Германию. В Францию. Испанию. Мы все проехали. Это с Богом. С Богом легко. Везде люди верующие. Принимали нас. Мы вместе молились. Потому что с Богом легко. И смерть не страшна. С Богом. Поэтому ни с какими дурными людьми не водись никогда. А возьми Евангелие. Да посчитай дома. Играйте друг с другом. Вот. Береги себя. Слушайся родителей. Если они все по вере говорят. Тебя как звать-то? Артем. Что ты? Володя. Я плохо слышу. Артем его зовут. Артем. Да благослови тебя Артемий. Господь. И сохранит от всякого рода зла и греха. Ну мы отходим уже. Все. Я рад что с вами встретились сегодня. С Богом. С Богом. С Богом.